Давайте разберемся, что на самом-то деле грозит России и готова ли Европа на те шаги, которые декларируют. Речь, если идет об эмбарго, это уже очень серьезно. Россия с таким не сталкивалась. Геннадий Рябцев, директор специальных проектов научно-технического центра «Психея», сейчас с нами на связи. Добрый день. Вам день добрый, Геннадий. Вот смотрите, Украина предложила комплексный подход, по сути, свой к лишению Европейского Союза зависимости, вот этой пресловутой от российских энергоресурсов. Это комплексное предложение. И Минэнерго выдала целый, собственно, список шагов. Если можно, по ним пройдемся с вашей экспертной оценкой. Шаг первый. Замещение российских углеводородов поставками из других источников. Вот насколько это возможно, да, вот в нынешних условиях, там, и по срокам, может, сориентируйте? В перспективе возможно. По нефти раньше, по газу позже. Что означает перспектива? Это полный отказ к 27-28 годам, если речь идет о государствах-членах Европейского Союза. Если речь идет о нефти, то, скорее всего, этот отказ может произойти и раньше. Чтобы было понятно, это порядка 100 миллионов тонн экспорта. 100 миллионов тонн экспорта при нынешних ценах порядка 60, может, больше. Тут все зависит, действительно, от реальной цены. 60 миллиардов долларов ежегодных поступлений. Это не весь объем, поскольку все-таки Россия поставляет энергоносители не только и не столько в Европу, но и в первую очередь в Китай, другие страны Юго-Восточной Азии, которые не собираются присоединяться к нынешним санкциям. Хорошо, Геннадий, вот если взять четвертый пункт, потому что не будем наших зрителей перегружать терминологии, это все-таки, в первую очередь, юридический документ, вот добавили, что согласование 9-месячного срока происходит для отказа, полнейшего отказа от российской нефти, который даст поставщикам из других стран возможность заключить контракты с европейскими клиентами, увеличить добычу. Вот эти сроки в 9 месяцев для того, чтобы отказаться от российской нефти. Скажите, это реальные сроки? Ведь кажется, что это, правда, очень быстро переориентировать всю экономику Европы. Насколько мне известно, для Германии да, для Польши это уже намного меньше, чем 9 месяцев. Для ряда других стран это вряд ли возможно, поскольку целый ряд государств Европейского Союза сейчас зависит от поставок российских энергоносителей едва ли не на 100%. То есть, да, необходимо будет провести достаточно серьезную логистическую работу, необходимо будет договориться о поставках нефти из других источников, в первую очередь из стран Ближнего Востока. Должны быть переориентированы на прием этого ресурса порты, причем достаточно много портов, в первую очередь на Атлантическом побережье, на северо Европы. Я не уверен, что это займет 9 месяцев, скорее всего, это займет от полутора лет до двух лет. Поэтому, еще раз говорю, не следует связывать именно с санкциями какие-то завышенные ожидания. Так, санкции бьют по экономике государства-агрессора, но победу санкциями не одержать. Победа куется на полях сражений. Это понятно, как-то очень пессимистично закончили, но я еще хотел бы еще один пункт вспомнить, который Александр начинал. Отказ от российского ядерного топлива, также указано в украинском предложении странам Евросоюза. Насколько это возможно? Опять же, все возможно, но в перспективе. Украина даже в настоящее время сейчас может отказаться от поставок топлива от российской корпорации ТВЭЛ. Однако, запаса созданного энергоатомом хватит где-то на 18 месяцев, может даже чуть больше. А дальше следует надеяться на поставки из других источников, поскольку заводы Вестингауза работают сейчас именно на Украину. Что будет дальше? Будет зависеть от способности альтернативных поставщиков оперативно нарастить поставки и увеличить производство соответствующих тепловыделяющих элементов. Геннадий, ну как-то так очень, на самом деле, пессимистично сказали, я вернусь к этому. Я оптимистично говорю, поскольку нужно быть все-таки реалистами. Не-не-не, ну смотрите, я объясню, о чем речь. Давайте сейчас не будем там в терминах, да, сейчас блуждать. То есть вы просто сказали, что куется все на поле сражения, а не на экономическом поле, там, где санкции. Это как-то взаимосвязанные процессы все равно. То есть легче сражаться будет, когда, собственно, экономическая модель рушится. Где вот та связь? Какие-то, может, сроки вы дадите? Как-то вот, может, что-то наплесните? Связь заключается с тем, что чем меньше доходов в федеральном бюджете Российской Федерации, тем меньше вероятность развития оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации. Тем меньше тяжелого вооружения на тех же самых полях сражений. Но все это, вот эффект этот, кумулятивный эффект от санкций, он возможен, ну, то есть мы и наши силы обороны смогут его реально ощутить только в следующем году, не ранее следующего года. Поэтому в том случае, если режим санкций будет реализовываться последовательно и по тому плану, который предложен, в частности, офисом президента Украины, тогда можно ожидать того, что федеральный бюджет Российской Федерации похудеет, причем похудеет достаточно серьезно. Но мы же прекрасно понимаем, что даже в этом случае сокращение, существенное сокращение финансирования военно-промышленного комплекса в Российской Федерации не произойдет. Просто россияне будут жить хуже, причем будут жить хуже существенно. Но, к сожалению, нам от этого не лучше. Да, нам надо победа, в принципе, нам-то все равно, как они живут, лишь бы мы жили в мире и спокойствии. Геннадий, про шестой пакет санкций вот этого Европейского Союза, который ожидается уже на следующей неделе, об этом сообщает глава Еврокомиссии. И речь идет о том, что вот не планируется простого запрета на экспорт нефти в европейские государства, а разрабатывается какой-то некий специальный механизм. Вот можете нам растолковать, что это за специальный механизм, может быть, если не простой отказ, фактически, от финансирования российских энергоресурсов? Здесь может быть несколько подходов. В частности, может быть оплата за энергоресурсы Российской Федерации через так называемые отсроченные счета или скроу-счета. Эти платежи, они будут осуществляться, то есть переводиться на счетах компаний-поставщиков, средства на этих счетах, при выполнении определенного условия или с определенной задержкой. Такие санкции, они позволят достаточно серьезно уменьшить оперативные средства, то есть те средства, которые непосредственно используются для осуществления оперативной деятельности нефтяных компаний, а это может затормозить их развитие. И уже сегодня мы можем говорить о том, что даже те санкции, которые непосредственно не касались ограничения экспорта, а это финансовые санкции, это санкции, которые вводили перечисленные вами в репортаже нефтяные компании, другие хозяйствующие субъекты, они уже привели к тому, что по итогам года добыча нефтяного сырья в Российской Федерации сократится. Существенно ли будет это сокращение, пока сказать сложно, но минус 10% по меньшей мере оно будет. В следующем году это сокращение будет еще большим. То есть это не из-за санкций, то есть это не из-за эмбарго, это из-за того, что просто не находит спроса российская нефть за рубежом, так как юго-восточное направление уже переключено, а других источников нет. Вопрос тогда к вам про спрос, который непонятно где возьмется. 35% российской нефти составлял рынок импорта Германии. То есть это огромная по сути цифра, не половина, но почти. То есть это как бы стратегический ресурс. И вот мы понимаем, что после 24 февраля тот же Северный поток, два, все, финиш. Мы понимаем прекрасно, что до 2022 года, если верить заявлению министра иностранных дел Германии, там полностью планирует ФРГ отказаться от российской нефти и российского газа напрочь. Куда Россия будет продавать? У вас есть какое-то понимание? И вообще вот, ну как бы на что был расчет? Вот если Европа закрывается, куда дальше? Ну все-таки не 35% если по нефти, это 35% зависимости Германии от поставок, но не 35% экспорта российской нефти в Германии. Нет, нет, нет. Я имею в виду, что Германия получает 35% нефти из России. Я же теперь другое говорить, да. Из России, ну да, да. Все правильно. Получается, что в России 35% российской нефти используется для потребления. А, независимо. Да, куда, собственно говоря, ну я, честно говоря, не знаю куда, поскольку, вот говорят, что в России особенно там ряд экспертов говорит о том, что, ну, Европа закроет, так мы будем поставлять в Китай. Так, извините, а в Китае поставлять нечем. То есть сейчас трубопроводная инфраструктура и танкерная инфраструктура, она загружена на 100%. Это из того, что идет на рынки Юго-Восточной Азии. Развивать эту инфраструктуру можно. Для этого необходимо строить или покупать танкера, супертанкера, и они очень дорогие. А, или прокладывать новые трубы в направлении Китая. Но, опять же, это примерно такие же суммы, которые были закопаны в Южный поток и потоплены в Северном потоке-2. Откуда брать эти средства, если никаких поступлений нет? Очень сложно понять. Кроме того, если говорить о Китае, то достаточно большие объемы российской нефти поставляются в Китай в счет тех кредитов, которые были взяты в китайских банках Роснефтью и Транснефтью. То есть они фактически не оплачиваются никак. Поэтому брать еще новые кредиты, а кто их даст? Ситуация очень сложная. Интересно. Спасибо, да. Но это очень важно понимать, что с альтернативой у России тяжело. Альтернативного рынка такого как бы в обозримом будущем нет. Спасибо вам огромное. Геннадий Рябцев, директор специальных проектов научно-технического центра «Психея». Мне кажется, я уже какой-то месяц доживю. Он говорит, что России тяжело с рынками альтернативными, но очень долго загнивает этот огромный рынок, огромная махина. И вот месяц мы ищем альтернативные рынки, не находим, но считаем все-таки... Но спецоперация происходит успешно.